Вкус как у мороженого. В летний период времени более чем актуально. Кто еще не пробовал этот замечательный сливочный десерт в виде меренгового рулета, я вам настоятельно рекомендую. Это что-то. Обязательно приготовьте, не пожалеете. Всем привет! Я Света и вы на канале HomeFood. Приглашаю всех на кухню и погнали мастерить. В этом рецепте нам понадобятся только белки. Отделяем их от трех средних яиц. Аккуратненько, чтобы ни одна капля желтков не попала в миску, иначе просто не будет взбиваться. Подсаливаем щепоткой соли и всыпаем 100 грамм сахара. Начинаем взбивать миксером. Взбиваем на средних оборотах около 5-7 минут, до устойчивых пиков. Сахар должен полностью раствориться. От венчика остается заметно фиксированный след. Теперь добавляем одну чайную ложку лимонного сока и 20 грамм крахмала. Также миксером на медленных оборотах перемешиваем меренгу до однородности. Все готово! Перекладываем готовое безе на противень с пергаментом. Бумагу я смазала немного сливочным маслом. Не совсем уверена, что после выпекания меренга легко отстанет. Если вы на сто процентов уверены в качестве пекарской бумаги, то можете и не смазывать. Распределяем меренгу по всей поверхности и по максимуму выравниваем. Все просто! Посыпаем сверху миндальными лепестками, но это также могут быть измельченные фисташки. Понадобится орехов около 60 грамм. Ставим выпекаться в разогретую до 150 градусов духовку на 40 минут. Следите за тем, чтобы корж не подсох. Это важно! Далее подготовим ягоду. 300 грамм свежей клубники. Нарезаем мелким кубиком. Все показываю, вот так. Корж еще теплый переворачиваем при помощи дополнительного листа бумаги на другую сторону и осторожно снимаем с нижней стороны пергамент. Временно отставляем его в сторону и даем полностью остыть. А за это время взбиваем воздушный сливочный крем. Для этого в чашу отправляем 250 грамм сыра маскарпоне, 50 грамм сахарной пудры и 200 миллилитров жирных 33 процентных сливок. Взбиваем вкусняшку миксером до густоты и однородности. Важно не перестараться. Перемешиваем в меру до пышности. Приготовление такого сливочного крема занимает буквально две-три минуты. Далее объединяем с нарезанной клубникой. Перемешиваем все лопаткой и наша начинка для рулета готова. Распределяем наполнитель по всей поверхности коржа. И теперь самое сложное. Сворачиваем наше творение в рулет. Не слишком плотно, а то крем может начать убегать за края. Отправляем рулет в холодильник минимум на 2 часа. Он должен хорошо охладиться. Или оставьте его на всю ночь в холодильнике. Если, конечно, хватит терпения. Подаем божественно вкусный сливочный десерт к чаю или кофе. Он получается очень нежный и легкий, неприторный и великолепный на вкус. Просто готовьте, не пожалеете. Приятного всем чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх! Заходи в гости на мой тикток и инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов! Пока-пока!